Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за приглашение к участию в этой важной конференции, которая уже стала узнаваемой, которая стала традиционной и которая огромное количество, я уверена, подключенных слушателей, несмотря на онлайн-формат. И позвольте коснуться, поскольку здесь акцент на лекарственной терапии, в своем докладе не касается хирургического лечения распространенного рака яичника и рецидивного, поскольку здесь тоже есть инновации, но не тематика сегодняшнего выступления. Поскольку я первый онкогинеколог, здесь выступающий, то напомню структуру заболеваемости рака яичника, что это актуальное заболевание, ежегодно в мире регистрируется около 300 тысяч новых случаев этого заболевания в России, этот показатель составляет 14 тысяч ежегодно, то есть 11 промиллей. И заболевание характеризуется агрессивным течением, в мире погибает около 180 тысяч женщин ежегодно, в Российской Федерации почти 7600 женщин погибает ежегодно от рака яичника, это составляет 5 на 100 тысяч женского населения. Опухоль характеризуется тем, что выявляется в основном на третьей-четвертой стадии заболевания, о чем говорил Евгений Наумович в своем выступлении в первой секции этой конференции. Вы видите структуру заболеваемости по Российской Федерации, здесь мы никак не отличаемся от всего мира, поскольку не существует эффективного скрининга этой злокачественной опухоли, средний возраст заболевших около 60 лет, это 59 лет, и, к сожалению, как я уже сказала, характеризуется опухоль агрессивным лечением. Лечение рака яичника включает и хирургический компонент, и лекарственную терапию, то есть комбинированное лечение. Здесь есть стандарты и международные, и европейские, и американские. У нас в руках есть наши клинические рекомендации, основанные на рекомендации Общества Русска и АОР, и они, в общем-то, соответствуют всем международным стандартам лечения этой злокачественной опухоли, где основной акцент отводится на то, что опухоль должна быть, пациентка должна получать в специализированных центрах, где имеет опыт лечения этой нозологии. В отношении хирургии как первичной циторедукции, да, если это возможно, это главный прогностический фактор, главная цель хирургии рака яичника, но если нет возможности к первичной циторедукции, то здесь проводится неодевантная химиотерапия, интервальная циторедукция, которая основная задача тоже выполнить ее, R0, и дальнейшая лекарственная терапия. В отношении системной лекарственной терапии не буду останавливаться, здесь стандарты остаются те же, цисплатин, карбоплатин, паклитаксел с интервалом 21 день, но хотелось бы в свете инноваций и эволюции коснуться в большей степени таргетной терапии в качестве лечения рака яичника и, в частности, в лечении в большей степени первой линии рака яичника, поскольку у меня тематика сегодня именно первичный рак яичника. Здесь мы знаем и уже хорошо зарекомендовала себя антиангиогенная терапия, которая включается на послехирургическом этапе лечения этих пациенток. Под вопросом остается возможность использования антиангиогенной терапии в структуре неодевантной химиотерапии, но основная задача таргетной терапии – это уже в комбинации послехирургического лечения. И здесь на первое место в настоящее время выходят парпингибиторы, особенно в первой линии терапии. Такой основной прорыв случился еще в 2018 году, когда в президентской сессии были доложены результаты возможности эффективного использования парпингибитора Аллапариба, доложены были результаты СОЛА-1, где была продемонстрирована эффективность линпарзы в лечении, в первой линии лечения рака яичника. Дальше двигалась наука и клиника прогрессивно в этом ключе использования таргетной терапии. Уже в 2019 году, вы видите, у меня слайд достаточно много было выступлений, самые актуальные выбираются в президентскую сессию. Видите, здесь уже пионер Линпарзе уже демонстрирует результаты третьей фазы своих исследований, докладываются результаты ПАОЛА, также докладываются результаты парпингибиторов других производителей, Велепариб и Нерепариб. И уже в 2020 году сейчас вот этого большей степени в дальнейшем коснусь результаты уже отдаленного результата лечения, пятилетнего наблюдения пациенток, пролеченных Аллапарибом в качестве поддерживающего режима после химиотерапии первой линии, и результаты ПАОЛА-1, когда продемонстрирована результативность комбинации Аллапариба с биовоцезумабом. И вот касаемого первого заявления, что я хотела озвучить, СОЛА-1, это первое исследование третьей фазы, куда были включены пациентки рака меечника третьей-четвертой стадии с мутацией БРК, и были разделены на два рукава Аллапариб и плацебо, которые были пролечены эти пациентки после окончания первой линии химиотерапии. И по рандомизации абсолютно сопоставимые данные, и по первичным циторедукциям, также были пациентки с интервальными циторедукциями 36%, и по качеству хирургического лечения сопоставимые были пациентки Р0 в 76% в группе Аллапариб, 73% в группе плацебо, то есть сопоставимый результат. И что получили в итоге? Оказалось, что значительный выигрыш оказался у пациенток, которые получали Аллапариб после первой линии химиотерапии. Видите, на слайде продемонстрировано, 60% пациенток были без прогрессирования через 3 года наблюдения, в отличие от 26% в группе плацебо. Относительный риск составил 0,3%, то есть выигрыш в снижении риска рецидивирования у пациенток на Аллапарибе составил 70%. И вот пятилетние результаты, которые совершенно свежие демонстрируют продолжение эффективности полученной терапии парпингибиторами у этих пациенток в течение 5 лет наблюдения. Достоверно лучший результат по беспрогрессивной выживаемости у пациенток на Аллапарибе, которые получали Аллапариб, 48% без прогрессирования, почти половина через 5 лет, в отличие от только каждой пятой пациенток, которые, вот им не повезло, они оказались на плацебо. То есть относительный риск, видите, 0,33%, то есть снижение риска рецидивирования у пациенток на Аллапарибе составляет почти 70%. И в отношении регистрации этого препарата таблетки у нас пришли, то есть это для таблеток ниша, зарегистрированная по Российской Федерации, поддерживающая монотерапию, впервые выявлено распространенного эпителиального рака яичника с мутациями в БРК генах, ответивших на платно-содержащую химиотерапию, то есть с ноября 2019 года, соответственно, эта рекомендация у нас уже прописана во всех клинических рекомендациях. Хотелось бы еще обратить ваше внимание в поданализе этого исследования СОЛ-1. Здесь вы видите, выигрыш был для всех пациенток вне зависимости от того, была ли это интервальная циторедукция, и в зависимости от результатов хирургического лечения. То есть лучший эффект, конечно, вот эта самая верхняя фиолетовая линия у пациента, в котором выполнена была операция в R0 без остаточной опухоли. Вторая линия чуть похуже, но тоже она, видите, над двумя нижними линиями. Это пациентки, которые получали аллопориб, но у которых не было R0. И вот хочу обратить ваше внимание на эту оранжевую линию и на бледно-зеленую линию внизу. Видите, статистически значимое различие. Это пациентки, которым даже не было достигнуто R0 после хирургического лечения, но достоверный выигрыш получили пациентки, которым применяли аллопориб в качестве дальнейшей поддерживающей терапии этих пациенток. Но мы помним, что это группа высокого риска, и здесь была ниша для бевоцезумаба антиангиогенной терапии. Каким образом еще лучше увеличить результаты выживаемости этих пациенток из группы высокого риска? И на этот вопрос ответили результаты исследования ПАОЛА-1, где исследовалась возможность сочетания использования аллопориба с бевоцезумабом против группы сравнения только с бевоцезумабом. Здесь рандомизации изначально не было по БРК-статусу, то есть все пациентки включались в исследование. Третья-четвертая стадия заболеваний была циторедуктивная операция, дальше химиотерапия препаратами платины и, соответственно, рандомизация на поддерживающей терапии. По сопоставимости групп одинаковые совершенно были сопоставимые группы и по первичной, и по интервальной циторедукции, и по размерам остаточной опухоли. И, в общем-то, уже сразу при первом срезе была продемонстрирована лучшая эффективность использования комбинации бевоцезумаба с аллопорибом на 5,5 месяцев, в отличие от пациента, где использовался только бевоцезумаб. И в подгрупповом анализе это улучшение было выявлено во всех подгруппах и в группе первичной циторедукции, и интервальной, и с остаточной опухоли, и без остаточной опухоли. Но лучшие результаты, конечно же, вы видите, вот самый колоссальный столбик, там, где была первичная циторедукция без резидуальной опухоли. По другому подгрупповому анализу во всех группах, вне зависимости от возраста, вне зависимости от стадии третьей или четвертой, вне зависимости от экоок статуса, выигрыш был в группе, где было использовано сочетание аллопориба с бевоцезумабом. В другом подгрупповом анализе этого же исследования оказалось, что почти половина пациенток были БРК и HRD-позитивны. И вот здесь, под анализе, наибольший выигрыш от комбинации получили пациентки, у которых был зарегистрирован дефицит гомологичной рекомендации, то есть HRD положительно, плюс-минус герминальная БРК-мутация. Это было продемонстрировано и на первых результатах первичной, конечной точки, и второй интервальной точке, которая может прогнозировать результаты общей выживаемости, так называемая второй рецидив у пациенток. То есть это прогнозирует в дальнейшем возможность и выигрыш в общей выживаемости. Просто еще данные незрелые, но, по крайней мере, уже эта вторая точка, тоже демонстрирует выигрыш от комбинации бевоцезумаба с аллопорибом. Да, были нежелательные явления, но, в общем-то, они были купируемы и контролируемы. И вы увидите, в группе комбинации было примерно сопоставимое, что и в группе только бевоцезумаба в отношении гипертензии. Вы увидите, больше было анемии, лимфопении в группе комбинации бевоцезумаба. Еще один момент в этом исследовании. Компания Астрозенека сделала поданализ сравнения возможностей только бевоцезумаб с плацебо-аллопорибом в сравнении с бевоцезумабом и комбинации аллопориба по отношению, ну вот какая, чтобы выявить, какая группа наибольше выиграет, и какое сочетание наиболее выигрышное все-таки оказывается для этих пациенток. Ну и, в общем-то, на круп при поданализе оказалось, что, ну, естественно, на плацебо, видите, цифры самые низкие серые, уже некоторый выигрыш преимущества получается только на бевоцезумабе. В отношении еще большего выигрыша, видите, в группе пациенток только на аллопорибе. Но здесь вот подгрупповой анализ, видите, среди пациенток с БРК-мутацией. То есть мы тоже вот, с одной стороны, да, хорошо можем каким-то образом трактовать результаты, но тоже вот несколько одномок, и только среди пациенток с БРК-мутацией. И вот в результате этого подгруппового анализа, вы видите, самый большой выигрыш оказывается у пациенток на сочетании аллопориба и бевоцезумаба даже по сравнению с только аллопорибом. Относительный риск, видите, 0,71, это говорит о том, что снижение риска рецидивирования составляет 29%. И хочу вам напомнить, что в августе 2020 года произошло внесение в инструкцию по применению возможности лимпарза для больных раком яичника. Зарегистрировано сочетание комбинации лимпарза с бевоцезумабом для поддерживающей терапии впервые выявлено распространенного рака яичника, рака маточной трубы, вы видите, без принадлежности в отношении БРК. И на этом слайде я вот свела воедино и капсульные рекомендации, и таблетированные формы, которые есть в инструкции по применению. В отношении поддерживающей терапии для таблеток впервые выявленного распространенного рака яичника, здесь однозначно у пациенток с мутацией БРК. И поддерживающее таблетированное сочетание с бевоцезумабом без принадлежности к БРК-мутации. В отношении капсулы те же самые старые остаются. И единственное, что момент был уже в отношении капсулы и таблетки, мы, конечно, ограничены клиническими рекомендациями. Нельзя говорить, что это точный биоэквивалент капсулы и таблетки, почему исследования эти были разные проведены, поскольку даже снижение дозировок, если сталкиваются клиницисты с нежелательными явлениями, вы видите, математическая форма редукции дозы не работает даже с таблетками. Видите, в капсульной форме слева стандартная дозировка 800, и дальше следующее поэтапное снижение идет на 400 и на 200. В таблетированной форме следующее снижение дозировки идет 500 мг и 400. Поэтому здесь вот не зря такие нюансы существуют. И таким образом, заключая свое выступление, должна резюмировать, что стандартным лечением рака яичника является комбинированное лечение, системная химиотерапия стандарт, и таргетные препараты эффективны в поддерживающем режиме, в частности, аллопориб однозначно. Спасибо за внимание. Продолжение следует...